Фестиваль уличных молодежных культур. Улица 79 впервые прошел в областном центре в минувшие выходные. Мероприятие провели в районе автомобильной парковки вблизи парка культуры и отдыха скейтпарка. Начался фестиваль соревнований по стритбаскету. Играли в двух возрастных группах до 2009 года рождения и старше. Юноши и девушки выходили на поле вместе. Заявиться на турнир могли все желающие. Всего собралось более 10 команд. Сейчас вообще очень большую популярность набирает стритбол, именно уличный баскетбол. Сейчас уже и как бы в Олимпиаде проводится именно эта дисциплина. То есть чемпионаты мира, улица как бы приобретает очень такое, ну, большой на себя большое внимание баскетболистов привлекает. То есть из профессионального спорта многие уходят даже в улицу. И также наоборот с улицы поднимаются и уходят уже в профессиональные более команды, которые в 5 на 5. То есть это для развития баскетбола очень хорошо. И если стритбаскет уже считается официальным спортом, то вот другие представленные движения являются сугубо неформальными уличными под стать тематикой самого фестиваля. Гости из Хабаровска провели мастер-классы по граффити, рассказав о техниках рисования и самой субкультуре. Причем, вопреки довольно распространенному мнению, приверженцы уличных культур это отнюдь не нарушители общественного спокойствия и порядка. Многим из них удается поддерживать хорошее отношение и с обычными гражданами, и с представителями полиции. Я на самых грязных местах рисую. То есть я вижу, что там реклама наркотиков, реклама какой-нибудь фигни. Я спокойно беру валик, закатываю полностью стену в один свет, начинаю рисовать. Если даже полицейские приезжают, я показываю рисунок, говорю, ребята, было вот так, будет вот так. Ну и все, никаких вопросов в основном. Ну, у меня не возникает конфликтов ни с полицией, ни с кем-то еще. На скейтпарке прошли состязания в категориях BMX и скутеринг. В них приняли участие не менее 40 ребят всех возрастов. От совсем юных любителей покататься для души, до уже опытных, которые занимаются этим не первый год. Мне вообще нравятся экстремальные виды спорта. Я занимался не только скутерингом, я занимался и воздушной акробатикой. Какое-то время занимался BMX. Ну и, в общем, это мое. Я купил себе BMX, еще занимался BMX. Мой друг вынес во двор трюковой самокат, и я такой, я покупаю его себе тоже. Завершением дня стали выступления рэп-вокалистов и танцоров, работающих в стиле брейк-данс, кей-поп и других направлениях. Оценивали ребят одни из самых опытных хореографов Биробиджана, не забывая самим подогревать публику элементами, оточенными до совершенства. Хорошо, что очень много людей, молодежь, все хотят развиваться, танцевать. И хорошо, что теперь у нас в городе тоже вот такая вот движ, так сказать, возникла. Уровень танцоров вообще классный для Биробиджана, для еврейской автономной области. Ждали еще Хабаровск, но не приехали. В общей сложности за весь день фестиваля приняли участие более 150 участников. Это не считая зрителей, которые также приходили на мероприятия на протяжении всего дня. Видно, что интерес есть, и его надо развивать, и развивать эти все культуры. Если этого не делать, естественно, все это затухнет и загаснет. Будем и дальше это все развивать. Впереди либо в конце июля, либо в сентябре будет второй день такого масштабного фестиваля. Он будет более масштабный, с более большим количеством приглашенных гостей. Фестиваль получил поддержку регионального правительства в рамках конкурса общественных инициатив в ЕО. К реализации активно подключился Совет молодежи при мэрии Биробиджана. Софья Генатулина, Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Павел Славин. Новости 21.